Всем привет, друзья! Меня зовут Катя, я приветствую вас на моём канале. В этом видео будет, как всегда, моя поседневная жизнь в Люксембурге. Поедем в торговый центр галереи Lafayette, которую я очень люблю. Кстати, поедем у неё и во Францию, и в Люксембург, так как это вообще французская сетка, но она у нас есть в Люксембурге тоже. Также поедем на день рождения к нашим друзьям. Да, я не оговорилась, у нас в эмиграции появились друзья. Когда я была беременная, я сидела в чатике у Люксембурга беременные, где девчонки делятся разными советами, лайфхаками по воспитанию детей, по самой беременности. В общем, там я познакомилась с девочкой русской, которая тоже беременная была, и у нас с ней практически был одинаковый срок, разница полтора месяца. И мы встретились с ней один раз, и потом начали общаться парами. Вот мы были на день рождения её мужа. Хотела рассказать, что у нас зашла тема про языки, так как её муж живёт с четырёх лет в Люксембурге, сам он тоже русский. И у нас с Димой есть определённые переживания про то, что у нас сын родился в Люксембурге. Мы дома общаемся только на русском, то есть он будет слышать только русскую речь. А потом он пойдёт в садик, в школу, где как бы будет очень много языков, так как Люксембург достаточно такая многоязычная страна. И здесь государственными только считаются три языка — французский, люксембургский и немецкий. Дома не слышит, не будет слышать ни английскую речь, ни французскую. И получается, что он за пару лет жизни до садика будет слышать всегда только русский. А потом мы как будто бы его как птенчика, знаете, из гнезда выкидываем в эту всю среду с другими языками. И не будет ли у него какого-то стресса. То есть мы за это уже переживаем. Ну и плюс переживаем за то, что не будет ли французский или люксембургский преобладать над русским языком. Так как он будет очень много в школе, коммуницировать с друзьями на французском. И осуществили уроки все на французском, а дома русский. Как это вообще будет? Конечно, это очень интересная тема. Но как раз-таки муж подруги, рассказывая на своем опыте, что до 7-8 лет он как ребенок впитывал в себя эти все языки. Он говорит, что не помнит как, но эти языки до 7-8 лет, то, что он их слышал постоянно. То есть дома можно включать какие-то французские фильмы, какие-то, может быть, телеканалы. И ребенок как-то это неосознанно впитывает в себя. Конечно, это очень интересно. Будем смотреть, как это будет. Возможно, и вы будете это смотреть, если я дальше подвести блог. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Цель нашего визита заехать в галерею Lafayette. Мы на самом деле так ненадолго, не погулять. В общем, заказали на день рождения нашего друга подарок. И нашей люксембургской галереи Lafayette не было. Мы заказали декантер для вина. И мы заказали, в общем, доставку в галерею Lafayette, которая в Люксембурге. И было написано на сайте, что доставка будет 24-48 часов, то есть там через два дня привезут. В итоге сегодня захожу на сайт, и в моем кабинете написано, что доставка сегодня. Там еще мне приходило письмо, типа, перевозчика, который доставляет в эту галерею Lafayette. И там доставка аж во вторник, то есть через несколько дней. И в итоге мы решили поехать в галерею Lafayette в Меце. Возможно, этот товар, как на сайте написано, здесь в наличии. А тот уже заказ придется отменять. Вообще не была еще здесь галерея Lafayette. Посмотрим, как она выглядит. Интересно, отличается эта галерея Lafayette от Люксембургской или нет. Но я уже вижу, что отличается. Интересно, какая лучше, какая хуже. Ну да, здесь как-то по-другому. Мне нравится вот этот, прикольный. Магнум мы с тобой смотрели на сайте, а это вот этот, да, другой. Мы вообще хотели мат, но он побольше, по-моему, да, чем этот. То есть этот, по-моему, он до 750 миллилитров, а тот для полтора литра. Нет, это тоже 750. Тоже, разве? Ну, мне нравится вот этот, если честно. Вот здесь такая стильная штука. Тот просто подлиннее, да, такое? Прямо что-то хочется рассматривать, невозможно. Для коктейльчиков один... А, 50 евро такая штука. Деньги, коктейль. Все такое модное. Какие-то трубочки супер крутые. Это как у меня, только они все разноцветные. Снимаем. Как по-кактейль. Как по-кактейль. Продолжение следует... У меня тут небольшая распаковка, проход по магазинам с ребенком. Это что увидел, то взял. Поэтому я немного сняла в галерее Лафаэд, так как он у нас проснулся. В общем, взяла на скидке две тарелочки. У нас черный стол. И мне кажется, они подойдут. Вообще, в галерее Лафаэд всегда необычная всякая посуда. Вот такие вот две черненькие тарелочки. Обожаю всякое для дома. Я думаю, все девочки любят. В общем, Дима не понимает мою любовь, но у меня постоянно пополнение в семействе. Ой. Такие они темненькие. Для ужина будет хорошо. Мы сегодня находимся в Эльбрюке. Приехали на день рождения нашего друга. Он сам русский, но с четырех лет живет в Люксембурге. Сегодня мы уже второй раз в Эльбрюке на севере страны. Они живут от нас совершенно в другой локации. Но когда я была беременна, в Люксембурге есть чат беременных. Я познакомилась с его женой. И так вот мы с ней встретились один раз. И потом уже начали встречаться парами. Погода очень хорошая. Это такое яйцо, да? Как называется? Ну, гриль. Ну, называется не стопная, а уже закрывается. Угу. Прикольный такой. Но здесь, видишь, можно получается гриль с этим, с гулями. Я отдыхаю с безалкогольным вином. Так привыкла уже к нему, что мне кажется, что-то в этом есть. Водохе с безалкогольным вином. В следующий день ничего не болит. И есть вкус привычный. Хотя я уже забыла, какой это вкус. В общем, вкусненькое. Привет, пёсик. Привет, пёсик. Пёсик. Здравствуйте. Хотела также напомнить, что я веду свой телеграм-канал. Там я делюсь информацией о жизни в Люксембурге. Также своими какими-то находками, распаковками. В общем, там я иногда отмечаю места, в которых мы бываем в Люксембурге. Потом, пожалуйста, подписывайтесь. Буду рада видеть вас там. На дне рождения также мы разговаривали и на английском, и слышали французскую речь, и люксембуржскую речь. И, конечно, пришли к тому, что, как всегда, к тому, что языки очень здесь необходимы. И на одном английском далеко не протянешь, потому что в основном все говорят на французском. Хоть и английский понимают и хорошо знают, поэтому, конечно, мы тоже планируем вернуться к изучению. Сейчас, конечно, очень сильно тяжело и нет времени с маленьким ребёнком, но мы всё больше и больше склоняемся к тому, что французский здесь очень сильно нужен. И мы уже много понимаем, когда слышим, что кто-то говорит, но сами, конечно, сказать ещё ничего не можем. То есть, выхватываем отдельные слова. У меня тут небольшая распаковка с Амазона. Постоянно с него много заказа. Кстати, на многие продукты там ценник выходит гораздо дешевле, чем покупать в магазине. Итак. Ой, она такая большая. Я думаю, она будет поменьше. Заказала вот такую маску от фирмы Rival. Если честно, она, я думаю, и у вас не на слуху, и у меня она не была. Но когда я жила в Черногории, мастер по маникюру мне её посоветовала. Она у неё была вообще в чуть ли там не полулитровом формате, если не больше. И она её покупала. Этот бренд точно есть в Украине, потому что девочка вот с Украины и очень долго ей пользовалась. У неё шикарные волосы, и она мне отсыпала эту маску, отливала. В общем, она очень крутая и стоит недорого. Советую. Проверено, что она классная. И второе средство. Вот такая термозащита ВАУ. Блоу-драй спрей. В общем, спрей для сушки волос. Так как у меня сейчас Кевин Мёрфи фиолетовая Live In, мне не нравится Live In. То есть, она нормальная, но я вот люблю более такие текстуры жидкие, чем молочковые. У меня уже было средство от этой вот ВАУ, и решила ещё раз попробовать. Также сегодня зашла, купила себе новую тушь и в Сен-Лоран чёрная для объёма. У неё, кстати, классная такая упаковка, красивая. У меня ещё не было туши этого бренда. Вот так вот она прикольно выглядит. Красивая. И хотела показать, что до этого я купила в Удлесе в Люксембурге тушь от L'Oreal Telescope. И это просто худшая тушь ever, просто никогда не покупайте такую тушь, она ужасна. И в самом начале она очень сильно склеивала ресницы, и я ей пробовала пользоваться, но это ужас, короче. Не покупайте такое. Всем привет, мы приехали в центр Люксембурга. Здесь субботняя ярмарка, как базарчик. Иногда здесь можно встретить, продают разный антиквариант. А сегодня я вижу продукты. Вот такие виды, пасты. В общем, как-то так. Сейчас в Люксембурге начался шуберфур. Это такая ярмарка от названия раньше, по-моему, рынка. Сейчас это такая ярмарка с аттракционами. Там очень много и для детей, и для взрослых. Продаются всякие сладости. И фишка там еще этого всего, что продается какая-то особенная рыба в кляре. Ее в прошлом году пробовали, кстати, вкусная она была. Две недели длится этот фестиваль. В этом году мы не поедем, так как с коляской неудобно там ходить. Ну, в общем, такое вот событие ежегодное. Проводится с каких-то очень давних времен. Это вот мороженое. Мороженица на хамилиусе Венециана. Запомните, здесь очень вкусное мороженое. И коктейли молочные. Находится прямо в самом центре здесь, на площади. Здесь еще дальше прошли и продают антиквариант, как я говорила. Здесь можно найти всякий сервиз красивый, фарфоровый. Ложечки, вилочки, в общем, всего-всего. Такое все зеленое, на солнце переливается. Вот здесь неплохое, недорогое заведение. Лабушери, запоминайте. Там стерики, тартары и очень вкусные десерты. Мы у него много раз ходили прошлым летом. Да и зимой ходили. В общем, оно действительно недорогое. Если сравнивать со всем остальным, что есть в Люксембурге. Пиццу Хат. Были в прошлый раз. Мне не очень нравится такая пицца. Там будет дальше Белла Чао. Вон там вкусная пицца, такая неаполитанская, с краями. Такими большими, воздушными. В общем, летом все заведения битком. Так, вот это Белла Чао. Здесь вкусно. В общем, дошли мы на площадь, где продают разные тарелочки. Это, кстати, Велерой. Они люксембургские. Сейчас Дима скажет, что это за площадь. В общем, я уже посмотрела. Одна такая тарелочка стоит 15 евро. А вот здесь эти 14, наверное, поменьше. Так, мне нравятся красивые вот это именно люксембургская такая символика. В общем, такая вот барахолка. Знаю, что сейчас популярны вот такие подносы. Честно, даже не знаю, сколько стоят они. Мне больше всего нравятся тарелки вот этого Велероя. Когда-нибудь, наверное, я себе приобрету. Мы пришли в рыбный ресторан. Называется Броссерия Гульян. А находится она на площади Гийома. Да? В Броссерии Гийома. Гийома. Бурьяма – это и есть Гийома. Ага. Вот когда забыл французский. В общем, давно я знала об этом ресторане. И многие его советовали. Он тут очень популярный. Здесь свежая все устрицы и много всего рыбного. Я буду карпаччо из галятины. Давно я его не ела. Наверное, больше год где-то не ела. В общем, решила себе позволить. Тут ценник, кстати, дороговастенький, если сравнивать с другими заведениями. Но очень сильно всех валят этот ресторан. Ценник. Редактор субтитров А.Семкин